А теперь поговорим о финансах. К нам только что присоединился экономический обозреватель Алексей Коваленко. Здравствуйте, Алексей. Есть хорошие новости. Добрый вечер, Аглая. В следующем году индексации пенсии будет, но правда не в том объеме, на который все-таки рассчитывали российские пенсионеры. Спонсор рубрики – финансовая группа «Сберегательный союз». Минэкономразвитие России считает целесообразным проиндексировать пенсии в 2016 году на уровень целевой инфляции – 5,5%, как это предлагал Минфин, а об этом пишет Интерфакс. Кроме того, Минэкономразвитие считает возможным приостановить индексацию материнского капитала в следующем году. Более 400 тысяч кубанцев в сезон отпусков не смогут отдохнуть за пределами страны. По данным компании Sequoia Credit Consolidation, в крае количество потенциально невыездных заемщиков с долгами более 10 тысяч рублей по банковским кредитам, оплате за услуги ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам составляет около 8% от общего количества жителей. Рубль сегодня торговался разнонаправленно. Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов завтра на торгах московской биржи вырос на 18 копеек до 55 рублей 66 копеек. Европейская валюта наоборот сегодня снизилась на 8 копеек и средневзвешенный курс евро со сроком расчетов завтра составил 61 рубль 57 копеек. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает юридическим и физическим лицам выгодные проценты по привлечению сбережений, разнообразные программы по займам и многое другое. Мы гарантируем максимальную открытость бизнеса. Телефон 8 800 5000 977. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, беден тот, кто считает себя таковым. В таком случае с сегодняшнего дня будем считать себя исключительно богачами. Спасибо, Алексей. Продолжаем выпуск новостей.